Запрещающую табличку в парке в честь советско-польского братства по оружию установили накануне выходных. Семен, часто гуляющий здесь с дочкой, даже сфотографировал ее на телефон. По его мнению, место, предназначенное для прогулок, статусу парк соответствует с трудом. Большинство товарищей приходят с собаками пить, курить, но костер ни разу здесь не видел. А вот все перечисленные, да. Еще бы патруль почаще здесь ходил, ППС, потому что ходит он крайне редко на выходных. И буквально час-полтора они здесь ходят. И все. Надо и с этой стороны ставить, и со всех сторон таблички ставить. Екатерина тоже приходит в парк гулять, но не с ребенком, а с собакой. Тузику 7 лет – это редкая йоркширская салонная порода. Тузик дружелюбен, агрессии не проявляет ни к собакам, ни к людям. Ни на кого не лает. Почему ее питомцу теперь в парк нельзя, Екатерина не понимает. В этом новом доме очень много кто живет с собаками и с детьми. Пусть тогда строят какие-нибудь другие парки для собак специальные, чтобы нужно где-то гулять. На детской площадке мы не гуляем, мы стараемся подальше отходить. Так вот в парке гуляем, да. И во дворе иногда. В парке днем можно увидеть только родителей с детьми. С собаками людей практически нет. Екатерина после запрета обходит парк по дороге. Можно еще погулять в посадке, ведущей к железнодорожным путям. Но разве что владельцам больших собак место не патрулируется и здесь не всегда безопасно. Площадка для выгула собак в Приокском есть, но находится она в другой части микрорайона, в Гагаринском парке. И не у каждого владельца есть столько свободного времени, чтобы приехать сюда и погулять со своим питомцем. Мало того, площадка до конца не оборудована. Лежит щебень и песок, ходить по ней неудобно. Кроме того, она просто катастрофически маленькая и вряд ли вместит и желающих погулять с собаками хотя бы из ближайших домов. Пока люди ждут завершения благоустройства, в парке в честь братства по оружию нарушают первый запрет не рвать цветы. Бабушка Рая решила, что Георгинам будет лучше у нее дома. На следующий год они не будут расти. Табличка вот даже висит. Да, не знала, не знала. Ну а сорвали ты для чего? А? Дом посадить, черепушечку. Если цветы высадят новые следующей весной, то как быть владельцем собак до сих пор непонятно. Власти, установив запрещающую табличку, другой альтернативы для прогулок им не предложили.